добрый день уважаемые слушатели тема занятия взаимодействие главного бухгалтера с внешними аудиторами с вами я шамиль иванов и давайте начнем этапы аудита в целом разделяются на три основных точки планирование основной этап и завершение аудита и на разных этапах главный бухгалтер по-разному взаимодействует с аудитором в разном объеме разная специфика и в этом уроке мы с вами разберем какие есть основные советы по взаимодействию с аудиторами на этих этапах и начнем с этапа планирования на этом этапе заключается договор в нем как правило согласуются основные сроки и назначаются ответственные за коммуникацию чтобы этот хотел сказать зачастую бывает так что сроки согласовываются руководством или предлагается аудитором на основании там собственной какой-то загрузки и потом согласовываются не глядя и получается так что главный бухгалтер вот по этим срокам да в сроке проведения основных этапов аудита в сроке выпуска отчетности он тот он недоступен каким-то там причинам в отпуске он или где и ну в общем возникают накладки да там приходится что-то отменять какие-то планы приходится назначать ответственно которые не очень компетентны взаимодействовать с аудитором по каким-то вопросам и тут бы я хотел посоветовать сразу в этот процесс может быть вмешаться да и поступить похитрее назначить те сроки которые удобно вам как бы аудитор они готовы к обсуждению и думают пойдут к вам навстречу в каких-то вопросах назначение ответственных за коммуникацию ну тут я на своей практике видел разные примеры были пример когда главный бухгалтер самостоятельно и единолично обсуждали с аудиторами все поправки все вопросы все сроки все 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 на свете проходило через главного бухгалтера с одной стороны это является там признаком большой ответственности да бухгалтера за свою работу и его готовности да в этом поучаствовать с другой стороны это может отвлекать от какой-то текущей работы и чтобы этот хотел 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 посоветовать это назначить каких-то ответственных там отдельного ответственного человека который будет отвечать на информационные запросы аудиторов отдельного человека который будет предоставлять им какие-то выгрузки будет собрать договоры первичку ну в общем распределение обязанностей получение понимания в отношении организации на этом этапе проводит аудитор и что значит на этом этапе проходит обновление рекламных документов подготовка рекламных документов так клиентам организации по процессам по которым еще не было этих рекламентов обновление и предоставление учебной политики представление бюджетов стратегии инвестиционные программы представление промызычных данных отчетности но поскольку все-таки на основании их в первую очередь аудитор знакомишь с организацией планирую свои процедуры рассчитывая существенности так далее и проходит обсуждение планов руководства в отношении организации вот несколько пунктов видите и это то что будет запрашиваться аудитором то что будет обсуждаться и тут бы я хотел рекомендовать заранее озаботиться тем что эти документы они существуют в организации что они будут предоставлены что они будут согласованы до первых этапов аудита также проводятся встречи аудиторов соответственными с сотрудниками и тут что могу порекомендовать стоит убедиться что эти сотрудники они будут на месте тогда когда аудиторы захотят переговорить с ними ну или чтобы они как-то тоже в свою очередь назначили ответственность за коммуникацию по вопросам что происходит на основном этапе аудита что потребуется в части коммуникации главного бухгалтера с аудитором ну прежде всего обсуждение сроков пребывания на предприятие как бы сейчас в ковидные времена все происходит удаленно по большей части но порой особенно если это аудит первого года если там требуется личное присутствие аудиторов фич конспектирования тмц основных средств они могут находиться на территории ну в общем нужно заранее с ними согласовать тогда как они планируют сделать чтобы в этот момент была возможность всех соответствующим образом встретить и провести с ними все встречи представление доступа в учетной системы вот большая рекомендация дать меня вы облегчите себе этим жизнь если в учетную систему система в которой ведется бухгалтерский учет формируется отчетность предоставите доступ аудиторам они будут самостоятельно выгружать все необходимые данные и не будут вас лишний раз мучить информационными запросами безусловно как бы одним представлением доступа учебной системы все не ограничится есть ряд документов которые не присутствуют в этой системе там в каких-то организации перечень документы там не прикрепляются в учетную систему там политики договор и так далее это все будет отдельно по-прежнему запрашиваться согласование дат проведения встреч понадобится аудиторам нужно будет провести встречи как на этапе планирования так и на этапе аудита по возможности узнаете сколько этих встреч понадобится с какими сотрудниками по каким вопросам попросите от ваших аудиторов повестки эти встреч чтобы у лица которые будут с вашей стороны стороны организации встречаться аудиторами было уже понимание вопросов на которые они будут общаться с командой по аудиту согласование даты инвентаризации очень важный момент напомню аудитор обязан присутствовать на инвентаризации наблюдать за ее проведением либо провести самостоятельный пересчет и если он по каким-то причинам не попал в инвентаризацию поэтому согласование этой даты с ним по крайней мере предупредите аудитора когда у вас будет проводиться инвентаризация а дальше уже как говорится на нем ответственность корректировка замечаний ну аудитора будут скорее всего неминуемые какие-то корректировки к учету к отчетности предложение в общем советую относиться к ним спокойно в нормальной деловой манере и помните что любые корректировки и замечания от аудитора вы вправе с ним как бы обсудить потребуйте расчетов необходимости необходимости этих корректировок ну а он и в то же время помните что он свою очередь может потом модифицировать мнение об отчетности если вы будете все его корректировки отвергать ну вот предоставлению прочей информации да какой-то потребуется с вашей стороны нужно будет подписать письма к отправке в банке контрагентом и какая то иная прочая коммуникация в том числе с руководством через вас также может иметь место ну и на этапе завершения аудита проходит подписание письма представления руководства там будет о том что была предоставлена информация в полном объеме будут заявления в отношении неприимности деятельности в отношении допущений которые были применены в отношении расчета оценочных значений и многое другое проводится обсуждение замечаний к отчетности уже финальной подписывается она и анализируются отчеты аудита аудитор а вот он кроме аудиторских исключений какие вот есть какие я бы хотел дать советы да при взаимодействия с аудитором и с аудиторской командой ну как я уже сказал распределить обязанности чтобы и аудитор был доволен и вы лишний раз не отвлекались от текущей работы контролируем сроки как проведение процедуру до аудитором имеете право их поторопить там в каких-то моментах если не задерживаются там с запросами и с предоставлением корректировок ну и сами вовремя не забывайте предоставить информацию договариваться клиентам о проведении интеризации встреч привлекайте смелое руководство для решения каких-то вопросов ну скажем так это может быть весомо да руководство в том числе может какие-то найти дополнительные аргументы при каких-то спорных вопросов ну зависит от случая имейте ввиду что это просто так что допустимо документируйте факты взаимодействия но рекомендую вести переписку по основным вопросам аудито ключевым именно в почтовых клиентах чтобы у вас оставался след что вы там соглашались или не соглашались на корректировке что там аргументация сохранялась что чтобы сохранялись даты когда вы отправляли аудитору отчетность чтобы он потом не говорил что вы отчетность поздно отправили ну и другие моменты да как я уже отмечал предоставьте доступ в информационной системы по возможности чтобы снизить нагрузку на ваш сотрудников по предоставлению информации согласовывать по возможности заранее все встречи звуки процедуры особенно при которых требуется активное вовлечение сотрудников других отделов какие-то там физические инспектирования интеризации и другое предлагайте обсуждайте предлагаемые корректировки ну и будьте открыты взаимодействию аудиторы это оценит позволит вам выстроить доверительные отношения с людьми которые помогают вам с учетом и с отчетностью я бы сказал что стоит избегать длительных сроков предоставления информации ну помимо того что если вы предоставить информацию поздно это не будет означать что аудитор какие-то процедуры не проведет да он по-прежнему обязан их будет провести просто срок подписания отчетности может сдвинуться либо вот в случае не предоставили информации аудитории и вовсе может сделать вывод об каком-то ограничении объема да о случаях непредоставления информации и в конечном итоге это все может вылиться в том числе в модификацию аудитического заключения вот контролируйте пожалуйста сотрудников которым вы делегировали обязанности по предоставлению информации по запросу аудиторов порой такие вот случаи бывают что сотрудники которым доверяют они либо забывают про эти запросы либо невнимательно читают почту бывает по разному ну вот как я уже говорил в случае если аудиторам потребуется встреча с какими-то сотрудниками из других отделов и из вашего отдела постарайтесь на берегу как говорится договориться о том чтобы эти сотрудники в назначенное время были и были доступны для проведения встреч ну лишний раз наверное не стоит говорить но в том числе я упомянул в списке моменты срыва сроков подготовки и отчетности и передачи на проверку это уж как бы совсем считается но это это плохо влияет на сроки проведения процедур и на на их качество и может отложить подписание и безусловно какие-то там попытки подкупа дорогие подарки и так далее это все может рассматриваться аудитором как угрозы соблюдение принципов кодекса этики и независимости ну и несколько лайфхаков от меня лично можно не предоставлять информацию аудиторам которые у них уже есть но только действительно если эта информация уже вами была им предоставлена вот безусловно доталова не стоит говорить им что вот есть у вас уже эта информация и все не дадим то есть возможно у них также возникли какие-то технические проблемы с чем информация была потеряна да но в этом случае скорее всего ситуация будет интерпретирована не вашу сторону но тем не менее если вы понимаете что аудитор просто по невнимательности запрашивает одну и ту же информацию можно ему об этом смело напомнить согласуйте сроки аудита которые удобны вам чтобы максимально комфортно работать назначите ответственного за коммуникацию ну и попросту не нервничайте вот все будет хорошо на аудитских проверках главное соблюдайте основные принципы которые мы с вами рассмотрели на этом у меня все я благодарю вас за внимание и удачи на предстоящих вам аудитских проверках